Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия среды, наш с тобой второй эфир за неделю. Сегодня мы, конечно же, вместе со всеми трейдерами и инвесторами будем следить за итогом заседания Федрезерва. Это очень важное событие. Обычно оно приводит к повышенной волатильности, но сейчас я думаю, что движение будет еще круче, потому что в этот раз все-таки ФРС может потенциально прояснить ситуацию относительно дальнейших изменений вот этой денежно-кредитной политики. Тоже уже тысячу раз говорили о том, что рынок действительно очень сильно восприимчив сейчас к любой смене настроения касательно того, есть ли намек на сворачивание экономических стимулов, либо ФРС выходит с заявлениями о том, что прогресс еще недостаточен для такого рода корректив. Поэтому остаемся в общем заряжены на ожиданиях мощного фундаментального события. Это лучше, чем когда на рынке отсутствует какой-то фон, который может привести в движение финансовых активов. Ну и традиционно мы с тобой комментируем с позиции фундамента и техники то, что нам кажется интересно на площадках и советуем конкретно действовать по отдельным инструментам, конкретными торговыми идеями. Так, ну что, давай тогда к демонстрации экрана и начнем мы сегодня с индекса доллара, потому что сегодня точно на американскую валюту нужно будет досмотреть. Я бы не стал закладываться под то, что сегодня доллар покажет какую-то прям супер-гиперплатильность. Все-таки индекс доллара это не сам подвижный финансовый инструмент, но выше среднего волатильности точно будет. Опять же, в 21.00 по московскому времени нас ждет сначала решение по процентным ставкам, отдельные сопроводительные заявления, тезис и спустя полчаса пресс-конференция. Конечно же, касательно процентных ставок никаких изменений не предвидится. Это было бы странно, что ФРС, например, скорректировал процентный ставок до выхода из программы количественного смягчения. Это, в принципе, все прекрасно понимают, поэтому изначально ждут прежде всего пресс-конференцию Павла, потому что либо он расскажет о том, что произойдется программа количественного смягчения с учетом последних макроэкономических показателей, с учетом актуальной ситуации с ковидом, либо его вынудят это сделать через вопрос, который последует со стороны тех, кто следит, опять же, за ситуацией на финансовых рынках. Я сегодня, когда записывал свой аналитический брифинг... Виталий, ты нормально слушаешь, да? Да-да-да, я с зарядки буду подключать. Я продолжу. Сегодня на своем аналитическом брифинге рассказывал, что, скорее всего, после последних данных по перечисленным заявкам пособия по безработице, после последнего счета партийности в сфере услуг и вчерашних данных по заказу на товарообитетному пользованию, все-таки больше шансов на то, что ФРС не обрадует тех, кто ставит на рост американского доллара, потому что в таких условиях крайне маловероятно, что американские центральный банк, регулятор, скажем так, не коснется все-таки рисков, которые связаны с ухудшением глобальной, но в плане макроэкономической американской комитуры, ухудшения статистики и ситуации с ковидом. Вот, насколько я знаю, вчера в некоторых штатах США, опять же, сегодня читал статью, но говорить не буду, надо будет информацию проверить. В общем, вот этот дельта-штамм, он проявляется и на территории США, есть такие региональные прецеденты значительного роста количества заболевших. Я, опять же, не хочу сильно негативить, потому что все-таки в США довольно эффективная кампания по вакцинации, но, опять же, говорю то, что на рынке есть. Тема ковида, она не отступает. Поэтому, если даже примерно пару кварталов назад, когда ковид не стоял так остро, и когда мы еще не знали о дельта-штамме, даже тогда ФРС делал отсылку на сохранение понижательных рисков такого остаточного ковида. Сейчас, когда во многих регионах мира дельта-штамм – это вообще как бы еще одна причина задумываться о повторных локдаунах, конечно же, ФРС также будет вынужден повторить о сохранении вот этих вот рисков. Поэтому я в целом сегодня рассчитываю, что не будет никаких изменений. Корректив политики будет более-менее нейтральная оценка того, что может произойти в будущем, и в целом сохранение мягкой риторики. Поэтому ставка на снижение индекса доллара, как моя долгосрочная сделка, она сохраняется. Для тех, кто хочет попробовать поторговать именно с учетом этого фундаментального события, тогда предлагаю сделку sell limit с уровня 92.80, stop loss 93.30 и, соответственно, take profit ниже 92 пунктов и 91.50. Это точно будет долгоиграющая сделка и, скорее всего, комментировать буду не один наш с тобой совместный. Так, по европейской валюции. Был спекулятивный шорт именно с учетом того, что он ожидается довольно важной фундаментальные события. Причем этот спекулятивный шорт был основан на рыночных настроениях и просто на факте предсказуемой волатильности, которая обязательно последует. Сейчас котировки 1.18.02, если пара евро-доллар закрепится выше отметки 1.18.40, ну, я думаю, что в этом случае будет понятно, что доллар активно слабее и, скорее всего, эта тенденция продолжится. Поэтому из этой сделки нужно будет выйти. Пока что мы еще не дождались итоговое заседание ФРС, еще целый день впереди, оставляя в приоритете прежнюю рекомендацию с целью 1.17. И по золоту сегодня хотел сказать, в частности, в прошлый раз обращали внимание на то, что золото сейчас может быть даже для технорей идеальный инструмент, потому что от уровня к уровню месяца, без какой-то тенденции, вот поддержка и сопротивление 1.795-1.815. В данный момент котировки 1.800 около 1.804.70. Я золото рекомендовал покупать с стоп-лоссом на отметку 1.790. Эта идея, опять же, актуальна, потому что я все-таки рассчитываю увидеть более слабый доллар. Соответственно, тейк-профи по золоту 1.825. Если прям совсем будет неплохо сегодня для бакса, прежде всего, для продавцов бакса, то золото также может скакнуть по указанному уровню. Виталий, слово тебе. Демонстрация экрана пошла? Да. Итак, в принципе, я с тобой согласен по тем идеям, которые ты сказал, по поводу индекса доллара и евро доллара. То есть у меня аналогичные идеи. Напомню, индекс доллара я в понедельник говорил о шортах. То есть мы торговались где-то на отметке 92.70 плюс-минус. Со стоп-лоссом выше за хаи, которые у нас присутствуют на текущем месяце. В принципе, мы неплохо отпадали. Конечно, здесь волатильность не пахнет большой. Ждут, наверное, новостей. Но пока идем в правильном направлении. На текущий момент аналогично сохраняю идею на снижение по индексу доллара. Кто шортил в прошлый раз, возможно, сделку удерживать на более глубокое снижение. Кто не шортил, можно, в принципе, продублировать аналогично то, что ты сказал, лимитка. То есть это в районе 92.80 со стоп-лоссом 93.30. Возможно, конечно, это в моменте все. Но так как сейчас, почему я говорю, что возможно снижение дальше по индексу доллара и евро-доллар аналогично. Правильно ты отметил, если он закрепится выше отметочки 1.19, то есть у нас получится 1.18.40. У нас, в принципе, здесь возможен лонг. На текущий момент тенденция пока нисходящая. Пытаются, конечно, его подвернуть. Здесь видно, что есть такое параболическое закругление наверх. Я вчера пробовал шортить евро-доллар. Он, скажем, локально падал, но дальше откупили. И показали новые локальные максимумы. И на текущий момент аналогично можно евро-доллар, как ты сказал, шортить. С текущих это 1.18.10 плюс-минус 1.18.20. И пока мы находимся ниже отметки 1.18.40.50 плюс-минус. И пока мы не закрепимся хорошим импульсом. Но это уже будет, наверное, сегодня на новостях. Если он будет, то тогда уже тенденция, возможно, по евро-доллару будет меняться. И на каких-то коррекциях можно будет рассматривать уже покупки по евро-доллару. А так, пока сохраняю аналогичную тенденцию, как у тебя на шорт. Но тоже, скажем, с такой опасочкой. То есть нужно обязательно создать риски. Так как у нас здесь есть, у меня сомнения, некоторые по поводу этих шортов. То есть, ну, как-то вот так. Конечно, если там, я в прошлый раз говорил, что по всем инструментам, таким как индекс доллара, почему я в прошлый раз шортил, соблюдается еще, получается, дивергенция. То есть на дневном графике. А по евро-доллару она аналогичная. Вот даже если взять фунт-доллар по сравнению с другими активами, то он достаточно показал сильный рост. Не исключаем, что евро-доллар ждет сегодня этих новостей и, скажем, может сильно выстрелить наверх. Поэтому такие две противоположные идеи. То есть доллар-шорт, евро-доллар-шорт с небольшими стоп-лоссами, чтобы, если будет сильное движение, то какая-то сделка должна перекрыть другую. Как-то вот так. Дальше по поводу золота. В прошлый раз я был за шорты. На отметке где-то 1810 плюс-минус. Говорил, что возможно здесь, где-то с этого уровня, возможно снижение. Я сам не входил в шорт. Ждал, что там больше проторгуются. С текущих тоже возможно рассматривать шорты. Но как-то вот реально вот этот уровень поддержки 1795 его защищает. Поэтому есть два варианта здесь входа в шорт или с текущих. Мы будем входить в шорт. То есть это у нас 1805 со стоп-лоссами уровнем 1815. Желательно, конечно, стоп-лосс повыше закинуть. Но будем надеяться, что удержит этот уровень сопротивления локальной. Или второй более консервативный вариант по золоту это на селл-стоп, на пробой 1790. Здесь возможно будет на вот этих новостях. Как было тоже в прошлый раз. В прошлом месяце здесь было тоже заседание ФРС. Тоже хорошо провалили. Возможно будет снижение. Как-то вот так вижу сейчас по золоту. Пока я шортист. Хотя я понимаю, здесь может быть сильный лок. Итак, подытожим. Евро-доллар 1.1810 плюс-минус шорт со стоп-лоссом 1850. Индекс доллара аналогично шорт. Плюс хотел сделать акцент на фондовый рынок. Вчера тоже читался, вчера или позавчера, вчера этот Тесла. То есть отчеты вышли очень хорошие, но Тесла просела. И плюс тоже сейчас отчитываются крупные гиганты такие в США. Отчеты выходят хорошие, но рынок чуть-чуть проседает. Я думаю, что уже нет сил, скажем, даже на хороших отчетах. Наверное, толпа, скажем, видит хороший отчет, покупает там с открытия рынка, а рынок проседает хорошо. Я думаю, что, возможно, рисуется какая-то коррекция. Даже видно индекс у страха. Мы чуть-чуть закручиваем его наверх. И если удержим, скажем, отметочку там 20 пунктов, возможно, мы будем простреливать наверх. И поэтому, возможно, или через индекс страха его купить с текущих, это 21 со стоп-лоссом ниже вот этих минимумов, то есть ниже 20 пунктов. Или кто торгует там индексы, попробовать работать на понижение по индексу NASDAQ. То есть, конечно, это рискованно, контртренд, но вчера прошел неплохой такой инпульс, именно видно по NASDAQ. Главное, чтобы сегодня не откупили и не обновили вот эти максимумы. То есть, получается, у нас текущие цены это примерно где-то на 14 900 с копейками. То, что ниже 15 тысяч со стоп-лоссом за вчерашний максимум, это 15 150, возможно, рассматривать какое-то снижение по данным инструментам. ОСНП 500, аналогичная картинка, конечно, не такой сильный инпульс был, так как пока сейчас отчитываются эти IT-гиганты и оно более отображается на индексе NASDAQ. То же самое здесь. Возможно, будет делать какую-то коррекцию, такой слабенький инпульс, но если удержим хайи, то возможно снижение. Так как сейчас идет сезон отчетностей, я не думаю, что даже если взять все индексы, что мы дальше, ну, конечно, мы можем расти, но какая-то коррекция уже более сильная нагревает. видно даже по NASDAQ есть тоже и по S&P 500 дивергенция на дневных графиках, возможно, коррекция затянется. Так, пока такие есть идеи рискованные, плюс, возможно, какая-то риторика будет в этого ФРС сегодня, что-то скажут, хотя ты правильно сказал, что ничего, ничего нового он не скажет, потому что они боятся что-то сказать, что мы будем сворачивать все программы, так как это очень негативно повлияет на рынок. Возможно, просто какие-то моменты пройдут и плюс отчетность это валит рынок. Так как в прошлый раз на ФРС тоже ничего не было сказано какого-то кардинального, но где это было S&P 500, если не ошибаюсь, да, вот это движение он так неплохо просел там 2-3 дня, возможно сейчас какое-то движение начнется и не исключаю, что оно может там затянуться в таком формате. Пока вот так, пока у меня такие настроения медвежие по фондовому рынку, но они очень рискованные, если закладывать риски, очень минимальные, потому что это контртренд, сильных моделей нету, есть только какие-то по Наздаку неплохой импульс, еще непонятно какая коррекция будет, шартовая она или сильно выкупим, тогда поглотим вчерашний импульс и о шарта говорить сложно. Виталий, спасибо тебе за точку зрения, следим сегодня ФРС, еще раз напоминаю, как бы и параллельно подытоживаю, очень важное событие, безусловно, рынки придут в еще более мощное движение, контролируйте риски, ну а мы с Виталием все это обсудим, что скажет ФРС, Джероб Пау, как отразится на рынке, что ожидать дальше, уже во время нашего следующего эфира, который состоится в понедельник. Виталий, хорошего закрытия недели и хорошего похоронника. Пока. Пока.